всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду давненько я не пек никаких пирожков надо исправляться да и на канале растягаев нет поэтому сегодня будут они с тремя разными начинками мясные с грибами с бешамелем мясные с рисом без бешамеля и рыбные на любой вкус начну понятно с теста для него мне понадобится мука молоко яйцо для лизьона но это в конце сахар соль масло сливочное и масло растительное ну и дрожжи да я знаю вы сейчас скажете что тесто для растягаев обычно не содержит никакой сдобы ну либо содержит его мало но мне вот такое тесто нравится гораздо больше поэтому считать это моей причудой так для начинки мне понадобится рыба это филе трески грибы шампиньоны молоко для бешамеля масло мука для бешамеля тоже рис лук и фарш и для ароматизации ну и пряности начнем мука дрожжи молоко комнатной температуры сахар соль масло сливочное размягченное и подсолнечное и как следует вы мешать в таком вот агрегате минут пять-шесть но руками 10 наверно а можно и ручным миксером все вы мешать короче как вам удобно так и действуйте всего тесто после того как мы его вы мешаем подниматься два с половиной там три часа так что с начинкой спешите особенно некуда ну и тянуть слишком уж я тоже не вижу смысла лук понадобится для всех трех видов начинки так что нарублю его помельче эта часть пойдет в рыбную а для мясных начинок его надо обжарить это для одной и грибы сразу сюда же это для другой здесь огонь самый слабый так тесто уже вы мешалось смотрите какой красота накрываю полотенцем чтобы не пересыхала и убираю духовку здесь сквозняков нет как я уже сказал тесто подходить два с половиной то и три часа обминку будем проводить каждые 40 минут до если у вас в помещении прохладно а в духовке есть лампочка включайте те что будет теплее лучше будет подходить так тесто подходит займусь мясом половину нарежу для мясорубки на вторую помельче для обжарки такой вот пойдет в начинку мясную с грибами да и не обязательно брать именно говядину так и фарш уже можно отправлять к луку видите он уже прозрачный практически пусть обжаривается фарш а грибам еще жарится и жарится так это сделал то сделал займусь пока ароматизации молока для бешамеля вот этим этапом почти все пренебрегают поэтому получают либо невкусный либо ну по меньшей мере без вкусный бешамель ароматизация очень очень важно кипятить не надо вот довели до кипения тут же убавили огонь до самого слабого и пусть постоит минут десять-пятнадцать что-то у меня с грибами ну пожалуй что можно уже мясо добавить грибы в сторонку вот сюда мясо пусть обжаривается огонь посильнее а я тем временем рыбы нарежу и положу ее к луку и сливочного масла сюда и черного перца от души соли и перемешать следует пусть стоит доходит до кондиции можно конечно растительный использовать но в сливочном масле содержится лактоза и она своей сладостью очень хорошо сбалансирует соль которую сейчас добавил и будет такое классное сочетание такое сладко-соленое будет просто супер вата для риса уже закипела пора присолить и можно варить рис почти до готовности но только почти до кондиции он будет доходить уже составе начинки так грибная с мясом уже практически готова надо присолить поперчить перемешать и пусть ожидается своей участи займусь бешамелем молоко ароматизировалось так что все лишнее удаляю на сухой сковородке надо обжарить муку ну вы знаете чем сильнее муку жаришь тем более сильный ореховый аромат она приобретает ну и при этом конечно у бешамеля готова получится такой более кремовый цвет ну и аромат конечно посильнее будет ореховый мне нравится он более тонкий поэтому жарю недолго теперь масло сливочное сюда и перемешать и еще немного обжарить его теперь самый ответственный момент молоко добавлять нужно по чуть-чуть и каждую добавленную порцию хорошенько вымешивать до полной однородности если плюхнуть все молоко сразу обязательно получится комки добавил перемешал добавил 5 перемешал ничего сложного главное не торопиться посмотрите какая красота теперь соль перец и мускатный орех и перемешать все бешамель готов отправлю его к мясо грибной начинки он придаст просто чудовищную сочность супер а рис между тем готов к фаршу его сразу соль сразу перец и перемешать все выключая нагрев это начинка тоже готова фух согласен суматошно немного но это потому что я сразу три начинки готовлю было бы только одна тут вообще делать нечего так с ними разобрался минут через 15-20 можно уже будет проводить первую обминку так что у меня перерыв вот так выглядит тесто через 40 минут после начала выраживания обминаем дрожжи уже на выделяли углекислого газа и весь кислород в тесте сожрали и сейчас им дышать нечем они конечно могут без кислорода существовать но тогда употребляя то же самое количество сахара выделяют газа в три раза меньше то есть эффективность падает в три раза поэтому сейчас мы или кислый газ из теста удаляем этим вымешиванием а кислородом хоть какой-то степени тесто насыщаем и второй момент вот это интенсивное вымешивание позволяет молекулам глютена склеиваться в цепочке образовывать глютеновый каркас я принял уже сотню раз говорил в разных роликах про выпечку если кому-то интересно новичкам сюда ущелкните уголочек кружочек с касательным знаком этом повешу ссылку на ролик про глютеновый каркас вот как-то так ну и хватит мешать уже опять отправляю бродить в духовку если есть лампочка в ней включаете те что будет теплее хотя это говорилось по моему да опять перерыв минут на 40 на час прошел еще час вторая огненка достаточно все еще на час и вот так вот выглядит уже готовое тесто ну смотрите какое чудо а все потому что во первых не спешил а во вторых регулярно делал обминку ну а теперь собственно лепка растягаев кусочек отделить размять разложить лепешку и обязательно оставить расстегнутую часть потому и растягаем изнутри зовут для растягаев лучше всего подходит именно очень влажная начинка их потому и не до конца защипывают чтобы лишняя влага уходила чтоб тесто внутренне мокло так что начинка с фаршем и рисом для растягаев не очень подходит и я делаю ее только по просьбе одного из операторов а теперь очень очень важный этап расстойка за то время пока я лепил пирожки я и зарядную долю газа из теста выдавил и сейчас нужно дать время дождям снова его поднять если вы пренебрежете этим этапом или растойка у вас будет проходить всего минут 20 то у вас и близко не получится такое пышное тесто какое могло бы быть поэтому 40 минут минимум лучше час но духовку уже можно греть и чтобы выпечка не пересыхала надо накрыть ее полотенцем и естественно беречь из казняков пирожки лучше всего выпекать на камне к сожалению мой многострадальный кусок гранита который привез сюда с собой еще из россии лопнул и уже выброшен но жена купила мне новый камень понты конечно обычно керамическая плитка будет ничуть не хуже главное что потолще была но для красоты картинки почему бы и не использовать отправлю в духовку пусть греется все жду окончания расстройки надо замешать лизон желток немного молока щепотка сахара и перемешать смотрите подошли ну красота же после смазывания лизоном в духовке они еще и подрумяниться очень красиво на камень сбрасываю прямо на бумаге для выпечки и сразу надо увлажнить атмосферу насчет увлажнения сто раз говорил повторю еще раз это очень важный момент многие пренебрегают смотрите в тесте содержится газ мы ваше тесто ваш пирожок в духовку отправили там температура высокая очень быстро на поверхности теста образуется корочка теплота только после этого начинает медленно проходить внутрь теста и пытается расширить пузырьки газа ну они от нагрева расширяются если корочка к этому времени уже образовалась то пузырькам газа некуда расширяться и тесто не подходит так как могло бы подойти если вы увлажняете атмосферу в духовке то из-за влажности корочка образуется позже и ваша выпечка подходит очень хорошо короче не пренебрегайте этим моментом что касается времени выпечки зависимости от реальной температуры в духовке зависимости от размера ваших пирожков в зависимости в конце концов от наличия или отсутствия камня это время составит там от 10-15 минут для совсем маленьких до там 20-25 минут короче смотрите на внешний вид ждем и вот такое чудо на выходе надо обязательно дать им остыть хотя бы минут 30 лишняя влага из теста уйдет и она будет еще более воздушным так ну и смотрите что там внутри вот этот с рыбой что он такой мягкий просто разваливается посмотрите какое тесто нежное воздушное просто чудо и очень сочная начинка так ну а теперь это по моему с мясом и рисом да это мясо и рис а теперь мясо с грибами доставал в последнюю очередь еще горячий из бешамель видите бешамель дает себя знать сразу насколько более сочная начинка вот это вот просто рис с мясом а вот с грибами с бешамелем просто феерия чудо из чудес я выждал даже 40 минут правда эти 40 минут только для вот этих вот с мясом с рисом и с рыбой с мясом с грибами где-то минут 20 на 25 прошло начну с рыбного совершенно фантастическое тесто воздушное просто как пух рыбка такая солноватая со сладостью и лука и со сладостью масло сливочного то есть ну лактоз дал себя знать и перец если такое легкий чувствуется извините я не удержусь так теперь следующий мой скажем так не самый любимый рецепт который готовился только из одного из операторов это фарш и рис вкусно слов нет но мне не хватает сочности кстати если в эту начинку добавить ну может быть не бешамель а велюте то есть все то же самое только на бульоне на молоке будет гораздо лучше попробуйте если вам тоже хочется сочности так ну и теперь с мясом с грибами с бешамелем самый классный вариант кстати традиционно вот растягая с рыбой подавались кухе а вот такие мясные растягайчики подавались к бульонам к мясным и мне это нравится так мои впечатления о грибах мяса просто бомба так на скорее заканчивать и есть это дело за кадром огромное спасибо что посмотрели я надеюсь что вы приготовите такие растягайчики и вам они будут что не понравится я уверен абсолютно но я надеюсь что вы не поленитесь сфотографируйте их на фотографии пришлете в группу вконтакте давайте пропагандировать вкусную еду огромное спасибо за компанию напоминаю что если вы соберетесь обзавестись классными новыми ножами от самура то вот такие вот самура супер 5 это vg10 ковка вручную за . под вогнутую линзу для тех кто понимает ручная за . очень острые но они требуют определенного навыка обращения с ножами в частности их нельзя оставлять в боком виде попользовались тут же вымыли вытрали насухо убрали вот такая классная штука по промокоду фреско вас ожидает очень приятная скидка спасибо за компанию и всем пока и и и и и и и